Видеоканал «Первая столица» и Россотрудничество в Украине представляют проект «Литературные студии». Имя его легендарно. Творец своей судьбы. Единственный из всех величайших в мире стратегов и тактиков, он прошел путь от солдата до генералиссимуса. И все это было добуто на полях сражений, ценой невероятного напряжения физических и умственных сил с постоянным риском для жизни, да еще вопреки недоброжелателям и завистникам. Свой трактат о военном искусстве непревзойденный теоретик и практик назвал «Наука побеждать». Во многом благодаря его подвигам Российская империя впервые прогремела на весь мир как великая победоносная держава. С XVIII века по нынешний день «Нет личности, равной по славе и тоблести Александру Суворову». Литературная гостиная библиотеки «Ноа» Народной Украинской Академии собрала старшеклассников в канун 285-й годовщины со дня рождения блистательного военачальника, чтобы перелистать страницы биографии героя. Какому смельчаку юных лет, прочитав о подвигах и славе полководца, не мечталось бы повторить путь гениального военного деятеля, свет воинской славы которого не удалось затмить никому. Да и какому мальчишке не хотелось бы быть причастным к тайнам и новым открытиям. Тем более, если эти открытия связаны с легендарным именем Суворовым. Об открытиях на пути знаний мы упомянули не случайно. На счету учеников «Ноа» таких открытий хватает. Например, имя Александра Суворова неожиданно появилось на слуху еще весной этого года, во время подготовки к традиционным шевченковским дням, приуроченным ко дню рождения кобзарям. Тот факт, что Шевченко был не только поэтом, но и художником, известен каждому школьнику. А вот открытия тем хороши, что при этом не важно, взрослый ты человек или совсем еще маленький. Оказывается, Шевченко практиковался в искусстве афорта, гравюре по металлу, для получения оттиска краски, нанесенной на предварительно процарапанную металлическую пластину. Дети и предположить не могли, что среди рисунков известного кобзаря будет найден портрет русского полководца и множество графических работ Тараса Шевченко на суворовскую тему. Как же трудно передать словами этот трепет юной души, узнавание нового. И, понятно, гордость преподавателей за своих учеников. Он был первым гравером вообще в Российской империи. Не только значим, как гравер в Украине, но он был одним из первых, который начал разрабатывать вот такой сложный вид искусства, как гравюра. Впервые этот парадный портрет появился в 1845 году в книге Николая Полевого «Русские полководцы». Изображение не оригинал работы Шевченко, а гравюра, выполненная на основе его эскизом. Интересно, что полководец Суворов не раз спасал молодого Шевченко от долговой ямы. До этого Тарас Григорьевич успешно иллюстрировал другую книгу Полевого «История князя Италийского, графа Суворова Рымникского, генералиссимуса российских войск». Издание увидело свет чуть раньше, в 1842 году в Санкт-Петербурге. Наряду с рисунками, изображающими торжественное официальное событие в жизни Суворова, мы видим в цикле иллюстрации такие, которые раскрывают особенности характера генералиссимуса как человека. Предыстория создания гравюр такова. Тарас Шевченко учился тогда в Академию художеств в Петербурге. Нуждался в средствах. Но его обращение к такой емкой и серьезной художественной работе было вызвано не только поисками заработка, а еще и глубоким уважением к великому полководцу. Как известно, оригиналы рисунков Шевченко в настоящий момент не найдены. Но кто знает, какие открытия еще ждут выпускников Народной Украинской Академии в будущем. Внешность Александра Васильевича была отнюдь не богатырской. Неизвестный художник в сдержанной суховатой манере впервые запечатлел Суворова в 1780-м, на 50-м году жизни полководца в Астрахани. Более эмоционален портрет 1786-го, который принадлежит кисти Дмитрия Левицкого. Говорят, что он писал героя по памяти и слухам. У генерала не нашлось времени для сеансов. Портрет художника Левицкого воспроизводился немалым количеством подражателей. Нашлись и новые ракурсы. Свою наружность сам Суворов не любил. Его облик не соответствовал общепринятым представлениям о герое. Современники знали, что Александр Васильевич требовал, чтобы в помещениях, где он останавливался, не было зеркал. Не жаловал Суворов позирования всевозможным художникам. Эту повинность отбывал с неохотой, даже будучи на вершине славы. Но действительно ли нам важно, насколько мужественно выглядел этот человек, если сам он воплощенное мужество? В литературной гостиной НОА именно об этом и шла речь. Героям нужно быть, а не казаться ими. Он сам себя сделан. Он был очень образованным. Человек знал около восьми языков. Александр Васильевич, он знал математику. Вот у нас литературный сегодня вечер. Он тоже очень увлекался литературой, философией. С детства, оказывается, был очень упорным и настойчивым. Он активно занялся спортом. Он перечитал всю библиотеку отца и решил стать военным. Вне службы Суворова справедливо величали солдатам-полководцам. Подчиненные для него никогда не были только средством для достижения цели. Он их берег, заботился о солдатах так же, как о себе. И поэтому потери его войск были минимальными, а то и просто ничтожными в сравнении с потерями противника. Вперед! Любил очень своих солдат, всем помогал. Как говорят источники, у него даже в доме постоянно жили несколько либо нищих, либо солдат, и он им помогал. И своим солдатам, особенно инвалидам, выплачивал ренты, но здоровых людей, которые не работали, он терпеть не мог. Как он им говорил, руби дрова, не умрешь с голоду. Тоже знаменитая его фраза. То есть, если у тебя есть руки-ноги, иди работай. Он легко шутил. В быту и на войне, умело применяя и сарказм, и юмор, в нем это очень ценили. После окончания сражения на берегу Вислы в Польше в 1794 году генерал-аншеф Суворов направил Екатерине второе письмо, состоявшее из трех слов «Ура! Варшава наша!» и получил ответ «Ура! Фельдмаршал Суворов!» Вне службы он оставался философом и поэтом, обладающим ироническим взглядом на собственную персону. Суворов с непреклонным упорством шел по намеченному в детстве пути. В одном из английских журналов уже тогда, когда слава его облетела мир, полководец был изображен, как усатый великан с огромной саблей в руке. Подпись под рисунком гласила Александр Суворов, имеющий рост 6 футов 4 дюйма, то есть по 2 метра. В одном автор шаржа не погрешил против истины. Был Суворов действительно чудо-богатырем по силе духа и уму. О великом полководце написанное сказано в мире немало. И специалистами военной науки, и компетентнейшими историками. Проведение литературной студии акцент на личностных качествах Александра Васильевича Суворова был избран не случайно. Единственное, что у человека невозможно отнять, это знания. Все остальное у него можно отнять. Но если человек уже обладает знаниями определенными, это только ему в плюс. Ну представьте себе, я подхожу к вам, говорю, отдай мне свои знания. Ты с удовольствием отдаешь мне свои знания, но они у тебя остаются тоже. Главная задача, которая была поставлена в эту встречу перед аудиторией, разбудить любопытство, рассказать о Суворове не скучно. Ведь только искренний интерес к теме может побудить юный пытливый ум узнать что-то новое абсолютно самостоятельно, без менторских подпорок и догм. Сегодня мы с вами вместе сделали маленькое открытие. Каждый из вас в меру своего понимания сделал это открытие для себя, а именно этой личности, легендарнейшей личности русской цивилизации, русской культуры Александра Васильевича Суворова. Человек, великого военачальника, человек, который не знал ни одного поражения. В своей военной карьере этот человек ориентировался на правила чести и патриотизма, мечтая прославить Отечество. Здесь лежит Суворов. Скромная лаконичная надпись на могиле его воля. Убеждение, что главным автором победы является человек, основало фундамент суворовской науки побеждать. А легендарное имя великого полководца Суворова стало бессмертным для потомков.